Добрый вечер! В эфире программа «Диалог». В студии для вас работает Евгений Побловец. На наших улицах последние годы стало спокойнее. Без серьезных происшествий проходят праздники с большим участием людей. О вопросах общественной безопасности и о многом другом мы поговорим сегодня с заместителем начальника милиции общественной безопасности УВД Гомельского облсполкома Анатолием Анатольевичем Васильевым. Анатолий Анатольевич Васильев, заместитель начальника милиции общественной безопасности УВД Гомельского облсполкома. В 1994 году окончил Белорусский государственный университет транспорта по специальности строительства железных дорог, путепутевое хозяйство. В 1999 году факультет переподготовки Гомельского кооперативного института по специальности правоведения. В 1994 году пришел на службу в органы внутренних дел, которые проходил на различных должностях в блоке милиции общественной безопасности. С 2010 по 2015 годы возглавлял Управление охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности УВД Гомельского облсполкома. С ноября 2015 года является заместителем начальника милиции общественной безопасности УВД Гомельского облсполкома. Указами президента Беларуси награжден медалями за безупречную службу второй и третьей степени. На вопросы, которые касаются направлений работы Анатолия Васильева, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле. 77 68 45. Анатолий Антонович, добрый вечер. Добрый вечер, Евгений Александрович. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Я думаю, многие наши телезрители согласятся, что в последние годы на наших улицах действительно стало спокойнее. На ваш взгляд, какие меры, какие решения со стороны системы МВД привели к тому, что сложилась такая благоприятная обстановка? Действительно, Евгений Александрович, в последнее время, если даже мы возьмем результаты работы ОВД Гомельщины за 5 месяцев текущего года, отмечается общее количество снижения преступности более чем на 12%. Если мы посмотрим с другой стороны, на 10 тысяч населения у нас на территории Гомельской области совершено чуть более 40 преступлений. В Республике Беларусь этот показатель составляет более 41%. То есть, даже по этому оценочному критерию Гомельская область, можно сказать, находится в лидерах. Вместе с тем, отвечая на ваш вопрос, что послужило почвой именно для того, чтобы наши граждане могли себя нормально чувствовать, как вечернее и ночное время на улицах нашего города и области, необходимо отметить, что в первую очередь это удалось достигнуть благодаря тесного взаимодействия всех субъектов профилактики. А в соответствии с законом об основах действий по профилактике правонарушений, более 20 субъектов профилактики. Это, конечно, и органы внутренних дел, органы прокуратуры, образование, медицины, конечно же, местные органы власти. Сотрудники милиции не добились бы такого положительного эффекта, если бы органы власти не принимали бы решений по оборудованию мест массового посещения граждан и мест массового отдыха граждан системы видеонаблюдения. Я вам хочу отметить и сказать, что только за 5 месяцев текущего года только благодаря системе видеонаблюдения в Гомельской области было раскрыто более 100 преступлений. То есть фактически было задержано более 100 преступников. Причем эти преступления как убийства, то есть тяжкие, особо тяжкие, так и обычные кражи, которые, соответственно, происходят. И зачастую люди находятся в состоянии алкогольного опьянения, и только средства технические, а именно видеокамера, может помочь нам установить, кто это совершил. Потому что потерпевший фактически ничего не помнит уже благодаря своего физического состояния. И опять-таки никто ничего не видел, никто ничего не знает и не может пояснить. Тут однозначно к нам на помощь приходит техника. Следующий момент, это я хочу остановиться на освещенности наших улиц. Для того, чтобы люди нормально могли со второй, с третьей смены возвращаться домой, знать, что все освещено, соответственно. Это опять-таки город, область делает определенную работу и обеспечивает эту освещенность. Это одна из тех причин, которая способствовала также снижению количества преступлений, совершенных в общественных местах. Необходимо отдельно остановиться на теме организации работы добровольных дружин. Это фактически, когда люди, возможно, да, они раньше работали в правоохранительном блоке, работая на своих гражданских организациях, в вечернее и ночное время патрулируют наш город и также нашу область. Хочу сказать, что на сегодняшний день у нас порядка 8 тысяч дружинников. Их вклад неоценим. Мало того, что они оказывают существенное сдерживающее влияние на потенциальных правонарушителей, также они нам оказывают огромную помощь в задержании правонарушителей, которые совершают административные правонарушения. Также они помогают и нами раскрывать соответственные преступления. А уже переходя в плоскость непосредственно работы сотрудников органов внутренних дел, хочу сказать, что в первую очередь наша работа нацелена на предупреждение и недопущение совершения правонарушений. Если уже, конечно, преступление совершено, нами организовывается работа по раскрытию преступления. На сегодняшний день фактически раскрываемость Гомельской области по всем линиям служб составляет порядка 75%. Это очень высокий показатель и является одним из лучших в Республике Беларусь. Я хотел бы уточнить по добровольным бригадам. Эта практика была еще с советских времен, но с распадом Советского Союза как-то сложилось такое отрицательное мнение, что людей там чуть ли не насильно загоняют, какие-то разнарядки на предприятия приходят, люди как бы нехотя вынуждены ходить вместе с милицией. На данный момент те люди, про которых вы говорите, которые вам помогают, на ваш взгляд, вот то, что вы видите, они добровольно принимают участие в этом процессе? Это проявление гражданской позиции или это все-таки какая-то обязанность? И, Александр, сразу хочу сделать маленький экскурс в историю. Действительно, во времена Советского Союза были так называемые ДНД, добровольные народные дружины. С распадом Советского Союза, соответственно, утратили все силы законодательные акты во времен Советского Союза. Поэтому МВД, а в первую очередь, я хочу сказать, и УВД Гомельского госполкома здесь было лидером. Мы инициировали вместе с Гомельским госполкомом. Наша инициатива была принят, соответствующий законодательный акт, и он был принят. Это закон Республики Беларусь об участии граждан в охране и общественного порядка, который полностью регламентирует деятельность дружинников в составе добровольных дружин. Сейчас они называются в Республике Беларусь добровольные дружины. Этим законом обеспечена социальная защищенность всех дружинников. Как я уже сказал, каждый дружинник застрахован и как в административном кодексе, так и в уголовном кодексе. Соответственно, в случае неповиновения законному распоряжению дружинника существует административная ответственность. В случае, не дай бог, причинения телесных повреждений, фактически дружинник, как и сотрудник милиции, находится на службе. Существует соответствующее решение. Если в городе Гомеле, это администрация районов города Гомеля, на местах это решение райисполкома. Соответственно, мы не любого берем членом добровольной дружины. Соответственно, кандидат проходит определенную проверку, выясняется, привлекался он к уголовной или административной ответственности. Я хочу сказать, на сегодняшний день можно смело говорить, что на ряде предприятий существует конкурс. Это мы говорим с вами об официально зарегистрированных дружинах. Но на сегодняшний день я хочу сказать, что, опять-таки, закон об участии граждан в охране общественного порядка позволяет любому гражданину принимать участие в охране общественного порядка. Те факты, что сейчас есть, когда граждане, не являясь членами добровольных дружин, сами звонят, помогают раскрывать тяжкие, особо тяжкие преступления. Соответственно, мы этих граждан отмечаем в меру своих возможностей. Свидетельствуют о том, что граждане имеют действительно нормальную жизненную позицию, и которые заинтересованы в том, что не только в их родном городе, но в целом в области и в республике поддерживался нормальный общественный порядок. А вот из практики работы вы можете привести какие-то конкретные, такие яркие, сочные факты, когда бы добровольные дружины помогали в раскрытии каких-то серьезных общественно значимых преступлений? Значит, я буквально, вот уже в текущем году начальником УД Гомельского области полкома лично было поощрено ряд граждан за активное участие в охране общественного порядка, когда конкретно наши жители нашей Гомельской области помогали задерживать грабителей, помогали задерживать насильников. Благодаря их информации, непосредственных действий, не побоясь вступить в открытую схватку преступникам, преступники были задержаны. А это люди, как правило, какого возраста? Вы знаете, я хочу сказать, это, ну, если мы возьмем возраст от 20 до 40, но к нашему глубокому, значит, уважению к этим людям, это не только мужчины, но и наша прекрасная половина человечества. Анатолий Анатольевич, вот говорят, ну, много об этом пишут в интернете, что в Беларуси один из самых больших показателей количества милиционеров в среднем на душу населения, да? Вот, на ваш взгляд, это плохо или хорошо? Вот, если это хорошо, ну, видимо, как следствие и снижение преступления, да, то насколько это влияет на оперативную обстановку? Знаете, Евгений Александрович, я не обладаю информацией о численности личного состава полиции, допустим, в Российской Федерации, там на 10 тысяч человек или в Украине, но я хочу сказать, в первую очередь наш житель нашей Гомельской области должен руководствоваться тем, какой уровень охраны общественного порядка существует на улицах, может ли он спокойно пройтись, к нам приезжают с России, к нам приезжают с Украины, к нам приезжают с Польши, все отмечают по городу Гомелю, по Гомельской области, как и в целом Республике Беларусь, можно спокойно вечером выйти, прогуляться, и ты на 100% уверен, что ты не станешь жертвой какого-либо вида мошенничества, преступления, хулиганства, разбоя или грабежа. Поэтому вот хочу, да, активно я сам пользуюсь услугами сети интернет, сказать этим активным пользователям, давайте смотреть на уровень состояния охраны общественного порядка в первую очередь. Ну, то есть на эффективность работы? На эффективность работы, абсолютно верно. Как и в любом другом вопросе, правильно? Я извиняюсь, и никто даже с этих активных пользователей системы интернет нам не скажет, что выходя на улицу, он через каждые 50 метров встречает милицейский патруль, и фактически все улицы нашей области заполнены сотрудниками милиции. Это опять-таки, как говорил один великий, мы действуем не количеством, а качеством. Да, но это может говорить о нескольких вещах, то есть, может быть, просто сотрудники так недобросовестно несут службу, или просто настолько, скажем так, хитро несут эту службу, что это не бросается в глаза наших жителей. Александр, тут все вместе, еще раз хочу обратиться к жителям нашей области. В целом у нас все в своем большинстве законопослушных жителей, благодаря которых поддерживается существующий уровень охраны в правопорядке, именно благодаря наших жителей, благодаря которых фактически милиция и стоит на страже наших граждан, и мы работаем именно для граждан, и совместно с нашими гражданами. Ну, я имею в виду, что вы же, наверное, тоже применяете современные уже методы в своей работе, да? То есть, я так понимаю, что патрули, они же сейчас не маячат на каждом углу. Конечно, да. Это делается умышленно, осознанно и специально, насколько я понимаю, да? Конечно, да. Вот мы заторнули темой системы видеонаблюдения. Я не знаю, почему, хотя существует уже практика, как в городе Гомеле, когда непосредственно жители жилищных товарищей, ЖСК, сами на своем собрании принимают решение, в доме надо установить несколько видеокамер на прилегающей территории. Правильно, возле каждого дома не мы сможем поставить сотрудника милиции. У нас фактически физически мы это не сможем сделать. Но вместе с тем, однозначно, система видеонаблюдения, работающая, она не столько много стоит, если разбить на всех жильцов, она однозначно, никто еще не подсчитал, сколько, какое количество преступлений система видеонаблюдения в целом помогли предупредить. Но я уже озвучил цифру, более 100 преступлений было раскрыто. Но я так понимаю, вот товарищества хотят поставить на подъездах видеокамеры, в первую очередь это выявление правонарушения на придворовой территории. В первую очередь это сдерживающий фактор, я считаю. Да, но я к чему еще веду, что у нас сейчас очень много автомобилей ставятся возле домов. То есть видеокамера, насколько я понимаю, позволяет в том числе раскрывать автомобильные кражи. Вот вы можете какую-то статистику привести, или может какие-то свежие факты, когда именно раскрывались автомобильные кражи? Потому что их в последнее время почему-то в ленте новостей часто встречаем. Евгений Александрович, касаясь темы видеонаблюдения, хочу сказать, у нас фактически у всех сейчас канальное телевидение. Это несколько у нас операторов, несколько провайдеров. Так вот эти провайдеры, даже Белтелеком ходит и активно агитирует, что уже на имеющиеся сети телевизионные они готовы установить видеокамеры. Я ни в коем случае не рекламирую услуги Белтелекома, но вместе с тем, это опять-таки, хочу как-то подбодрить и направить председателей ЖСК и жилищных товарищей, что все-таки это надо ставить, за этим будущее. Опять-таки, это машина, как-никак, это железяка. Давайте говорить это. А самое главное, чтобы наши дети несовершеннолетние, которые там гуляют, не всегда взрослые осуществляют за ними надлежащий присмотр. Это система видеонаблюдения, она мало того, что сохранит имущество, в первую очередь, она поможет кому-то сохранить человеческую жизнь. А что касается, вы действительно верно отметили, сейчас мы с вами, если выйдем во двор, посмотреть фактически, что бы не сетовали на экономическую составляющую, однако все подъезды к подъездам, все дворы фактически уставлены машинами. Что мы от этого имеем? Преступный элемент, мы с вами работаем, он тоже однозначно соответствующим образом работает. Похищается то, что можно легко спрятать в карман. Это, опять-таки, видеорегистратор. Если мы посмотрим кражи из автомобилей, за пять месяцев виза зарегистрирована в области 180, за пять месяцев прошлого года было их 277. Непосредственно краж автомашин, в этом году их зарегистрировано 11, в прошлом было зарегистрировано 13. На первый план выходит кража велосипедов. Как бы это может для кого-то наших телезрителей и удивленный факт, однако 165 краж велосипедов было совершено за пять месяцев. В 2015 году и 2014 в области, если можно выразиться, приделали ноги 500 велосипедам. За два года ушло 1000 велосипедов. 500 мы вернули владельцам. Вместе с тем, да, мы активно боремся за здоровый образ жизни, вместе с тем некоторые владельцы своих двухколесных друзей ведут себя таким образом, что возможность украсть создает вора, как уже отметил один раз Великий, и бросая его возле подъезда, бросая его возле магазина, или считая, что он на лестничной площадке его оставляет, и утром он обязательно его должен забрать в целостности и сохранности, то не всегда это так и случается. Я хочу сказать, что УВД Гомельского университета первой в Республике Беларусь внедрили систему АИС-велосипед, в соответствии с которой все велосипеды ставятся у нас на учет. У нас на сегодняшний день в банке данных находится информация о 162 тысяч велосипедах. Что это дает? Сама процедура, это абсолютно проходит на безвозмездной почве, никому не надо, соответственно, никакие деньги платить, занимает она буквально до пяти минут вместе с тем. У нас были такие факты, регистрировались в районах Гомельской области, когда задерживался гражданин на велосипеде, по банку данных проверялась информация, и было установлено, что велосипеды похищены. Раскручивали клубок и выясняли, что в городе Гомеле было украдено 10-15 соответственных велосипедов. Этим гражданином и благополучно уезжали в районные центры Гомельской области. Поэтому, обращаясь к нашим телезрителям, уважаемые телезрители, у любого милиционера вы можете пройти процедуру регистрации своего велосипеда. Но, коль вы уже эту тему затронули, я также для наших телезрителей скажу, что зарегистрировать свои велосипеды вы можете по субботам на обездной дороге. У нас проводится сейчас велосуббота, так называемая, с 10 до 2 часов. Там работает такой передвижной пункт, где можно зарегистрировать свой велосипед. Я также напомню, что это помогает в раскрытии преступлений. У меня такой вопрос. Вы сказали, что велосипеды ставят, не привязывают, как-то сигнализационные какие-то системы не устанавливают. Вот насколько эффективны вообще сигнализационные системы при установке в автомобиле и в квартиры? Это реально дает положительный результат или не дает? Игорь Александрович, начнем с темы квартир. На сегодняшний день лучшей защиты для своего жилища, чем постановка квартиры под охрану, еще никто ни по каким ни западным технологиям не придумал. Я вам хочу сказать, на сегодняшний день сотрудники Департамента охраны, мало того, что идут навстречу, это, соответственно, предусмотрены определенные платежи в рассрочку, соответственно. Если ранее, вы помните хорошо, оплетка была соответствующая, в настоящее время это датчики, которых фактически не видно. Если ранее ставились какие-либо условия, что необходимо обязательно в каждой комнате должна быть оплетка, это в настоящее время, хотите вы, соответственно, заблокировать только дверь входную и балкон, пожалуйста. Сотрудники Департамента охраны идут вам в обязательном порядке навстречу. Кроме этого, заключает договор, конкретно там прописывается. Если произойдет проникновение в жилище, будут похищены товароматериальные ценности, сотрудники Департамента охраны возмещают стоимость похищенного. На сегодняшний день ни одна попытка проникновения в жилище, которое находится под охраной сотрудников Департамента охраны, у преступного элемента не увенчалась успехом на территории Гомельской области. Это лучшая реклама нашему Департаменту охраны. Спасибо за такую информацию. Наши корреспонденты вместе с сотрудниками милиции побывали на рейде по улицам Гомеля. И вот что мы увидели своими глазами. Смотрим сюжет. Для автопатруля третьей отдельной роты полка патрульно-постовой службы это обычный рабочий вечер. Ежедневно с 17 часов по Гомелю разъезжаются спецмашины, чтобы где-то до часу ночи, а где и до утра следить за порядком на улицах города. Особой склонностью к криминогенному поведению гомельчане не отличаются. Однако в милицейские протоколы все-таки попадают. В первую очередь по причине распития спиртных напитков в общественных местах. Можно подискутировать по поводу практически полного отсутствия в Гомеле мест общепита с бюджетными ценами, где можно посидеть с друзьями, не нарушая общественный порядок. Пока же большинство нарушителей предпочитают посидеть на природе. Плески в основном такие идут, это когда идут граждане с работы. Через магазин берут, где-то зашли. Иногда это безобидно выпили, разошлись. Иногда приводит и более к тяжким последствиям. Поэтому, как профилактика ранней преступности, конечно, 17-3, мы уделяем очень большое внимание данному правонарушению. Стараемся изъять граждан, распевающих, находящихся в общественном месте в пьяном виде. К троим безработным, расположившимся в одном из парковых массивов Гомеля, патруль подходит не случайно. Судя по их виду, все принесенное собой спиртное они уже успели употребить. Это уже административное правонарушение нахождения в общественном месте в состоянии сильного алкогольного опьянения. Еще одно нецензурная брань, заменяющая этой троице обычные слова. Для проверки причастности компании к зарегистрированным преступлениям всех троих решено доставить в райотдел. Оставшиеся сотрудники милиции, между тем, приступают к работе с владельцами велосипедов. Кражи двухколесной техники в последнее время – головная боль правоохранительных органов. Даже специальные замки не всегда помогают. Потому что если купить, скажем, дешевый, простенький, плоскогубцами перекусывается. Все зависит от замка, какой получается, там, или цепь у них, или шнур. От этого тоже зависит. Если что-то, скажем, более серьезное, надежное, конечно, очень сильно сдерживает. Потому что есть факты и такие, что не могут украсть велосипед, сняли к лесу. Ну, это сразу видно, что велосипед бы тоже бы украли. А так, пристегнут был, хоть что-то, колесо сняли. Среди действенных профилактических мер – постановка велосипедов на учет в милиции. Для этого необходимо только согласие владельцев и заводской номер велосипеда. Все необходимые документы оформляются на месте за несколько минут. Еще одна проблема – кражи из автомобилей, независимо от их марки и года выпуска. Сами авто практически не воруют. Если в 90-х такие преступления в Гомеле ежедневно регистрировались более 10 раз, то в этом году по всей области в угоне всего 4 машины. А вот снять с колес диски или вынести все из салона преступники могут. В основном это по кражам с машин, если брать, это у нас в ночное время. Выставляем и мобильные группы, выставляем и наряды в ночь работать. Ну, факты задержания есть. Сотрудники розыска у нас работают. Вы смотрите «Диалог». У нас в гостях заместитель начальника милиции и общественной безопасности УВД Гомельского облсполкома Анатолий Анатольевич Васильев. Я напомню, что вы можете позвонить нам в студию и задать интересующие вас вопросы по телефону 77 68 45. Анатолий Анатольевич, как часто в нашей области совершаются преступления против личности? Насколько у нас распространены грабежи, разбои? И если эта статистика пугает, то с чем это связано? С беспечностью граждан, с плохо организованной работой? Какие факторы влияют на это? Знаете, самое главное, чтобы статистика не пугала, потому что самая главная статистика дает нам почву для размышления, чтобы минимизировать все эти криминогенные проявления. Если обращаясь к статистике, на сегодняшний день у нас по УВД Гомельской области зарегистрировано 123 грабежа. За 5 месяцев прошлого года их было 170. Если касаясь хулиганства, их зарегистрировано 284, за 5 месяцев было 316. Разбойных нападений 12, в 2015 году их было 22. Но хотелось бы подробно разобрать. Вот берем мы, допустим, хулиганство, более 50% хулиганств связано с повреждением имущества. Как уже сказали, значительная часть автотранспорта на ночь остается ночевать не на охраняемой автостоянке, а возле того места, где счастливый автовладелец успеет занять возле своего подъезда. Опять-таки, мы, можно фактически смело говорить, что то повреждение колес, повреждение лакокрасочного покрытия, оно все происходит, как я выражаюсь, от того, что людям нечего делать. Компания веселая, находящаяся в состоянии алкогольного пьянения, возвращается поздно ночью домой. Кто-то хочет показать свою бойцовскую удаль. Вот и страдают единицы автотранспорта, соответственно. Если возьмем грабежи, очень значительная часть совершается в наших торговых объектах, когда любители, ну, если продуктов питания, то их не сильно много, но любители пива, горячительных напитков считают нужным взять несколько бутылок, спрятать за пазуху и пройти мимо кассы. И что много таких случаев? Да, это не один десяток таких случаев. Соответственно, задерживаются, предаются сотрудникам милиции. Ну, как они говорят, душа горела, надо было срочно. Ну, по внешнему виду этих людей видно, что это не престарелая бабушка. У нас нет таких фактов, когда престарелые бабушки, там, две бутылки водки хотят забрать, соответственно. Это люди уже конкретно шли, и в этот раз их поймали, соответственно, и возбуждено уголовное дело за грабежи. То есть определенная категория лиц. Да, да. Кто уже это делал не первый раз, соответственно, в некоторые разы это проходило, но рано или поздно, сколько в веревочке не видится, оно все равно имеет свой конец, и в результате возбуждается уголовное дело. Если даже смотреть, изучить биографию этих людей, ранее они имели привлечение как к административной ответственности, так, соответственно, и к уголовной ответственности. В целом, если рассмотреть преступность в общественных местах, на сегодняшний день у нас, опять-таки, зарегистрировано снижение. Общий удельный вес преступности в общественных местах у нас также ниже, чем в Республике Беларусь. Но, опять-таки, все мы ездим у нас по улице Барыкина от кинотеатра «Октябрь» до «Зипа». Иногда едем, и мы, соответственно, видим, как, опять-таки, веселые компании, возвращаясь в позднее вечернее ночное время домой, не могут равнодушно пройти мимо нашего красивого забора. Соответственно, сотрудниками милиции возбуждаются хулиганство, статья 339, устанавливаются затем эти лица. Но, обращаясь к нашим автовладельцам, конечно, хотелось бы, чтобы та сумма, которую необходимо заплатить за автостоянку, соответственно, ну, она ни в какое сравнение не идет с тем, когда разобьют лобовое стекло или боковое стекло, и похитят. Или видеорегистратор, или какую-то, а как практика показывает, на виду наши автовладельцы оставляют или кошелек, или портмоне кожаное, сумочку, барсетку. То есть, реально создают предпосылки для того, чтобы, может быть, этот потенциальный преступник и прошел бы мимо. Но вместе с тем, с учетом созданных условий, он решает разбить это стекло и похитить то, что там лежит. Ну, вот, возвращаясь к теме сигнализации, а насколько сигнализации на автомобилях отпугивают преступников? Каждый преступник, Евгений Александрович, мы с вами находимся в студии, мы с вами работаем, также и лицо, которое идет на совершение преступления, он тоже что-то обдумывает. Конечно, он в первую очередь попробует совершить свое преступление там, где это ему пройдет безнаказанно и без каких-либо технических условий, которые осложнят его работу. Однозначно, тем больше преступников будет создано помех, тем однозначно выше процент, что и машина, и квартира не будут подвергнуты преступному посягательству. Я вот не просто так спросил у вас про правопорядок на улицах городов наших, да, потому что все мы читаем новости, вот недавнее событие, которое было в Актубе, в Казахстане, конечно, страшное событие, мы там приносим соболезнования тем, кто погиб в это время. У меня вопрос, мы насколько защищены от подобных проявлений? Мы готовы в случае чего отражать вот такие, ну, наверное, массовые, что ли, выступления преступников? Александр Ильич, я подробно, конечно, останавливаться на этом вопросе не буду, детально расписывая, чем занимаются сотрудники органов внутренних дел вместе с заинтересованными. Вместе с тем, однозначно хочу заверить, что нами проводятся соответствующие мероприятия, и органы внутренних дел в Гомельской области готовы, в том числе и к тем событиям, которые вы назвали. Потому что, если можно выразиться, это зараза, мы прекрасно видим и понимаем, она распространяется везде. То есть мы обеспечены всем необходимым, да? Я имею в виду и личный состав, и технические, и современные средства связи, все есть, да? В полном порядке. Вы проводите какие-то учения именно в разрезе этого вопроса? Конечно, мы готовимся. Потому что чисто теоретически это однозначно. Только при проведении соответствующих учений и тренировок можно к чему-то быть готовым. Давайте немножко сменим тему. В свое время вы работали и довольно активно общались с представителями футбольного клуба «Ливерпуль» по обеспечению безопасности во время проведения футбольных матчей. Вот у меня такой вопрос. Что вы переняли, какой опыт вы переняли у своих английских коллег? Евгений Александрович, честно скажу, во время обеспечения охраны общественного порядка, во время проведения футбольного матча между футбольным клубом «Гомель» и футбольным клубом «Ливерпуль», конечно, в целом, наверное, и я, и вы были поражены той атмосферой, которая присутствовала на трибуне. И, конечно, представители полиции «Ливерпуля», конечно, интересный такой вопрос и проблему нам создали. Если вы помните, отдельно были болельщики футбольного клуба «Гомель», отдельно были болельщики, приехавшие с «Туманного Альбиона» болеть за «Ливерпуль», но несколько сот было русскоговорящих болельщиков, которые болели за «Ливерпуль», и однозначно было требование представителей полиции о том, что англоязычные болельщики не должны вместе находиться с русскоязычными. — Я извиняюсь, давайте мы потом продолжим тему футбольных болельщиков. У нас есть звонок в студию, давайте послушаем нашего телезрителя. Алло, говорите, вы в эфире. — Алло, здравствуйте. — Добрый вечер. — У меня такой вопрос. Велосипеду, ну, наверное, больше 10 лет, и он собран с нескольких велосипедов. Ну, вот вы говорили, что регистрация там обязательно, да? И у меня там колесо от одного, второе колесо от другого, руль от третьего. Ну, собран вообще старый велосипед, не то, что как новый. И что, мне вот надо тоже регистрацию делать. И он у меня сейчас стоит на общем балконе, ну, год, но я собираюсь на нем выехать, и мне как, тоже регистрацию надо. — Значит, мы повторимся, вы, наверное, невнимательно смотрели наш сюжет. Это абсолютно добровольное дело, регистрация велосипеда. Это делается для того, чтобы потом облегчить и вам, и, соответственно, и сотрудникам милиции работу в случае, не дай бог, с вашего общего балкона, если он будет похищен, чтобы мы могли потом вам его вернуть. А если он даже собран с различных велосипедов, рама там единая, цельнометаллическая, которая имеет свой номер и которая позволяет нам поставить ваш велосипед на учет. — Я предлагаю к теме фанатов и футбольных болельщиков вернуться после того, как мы посмотрим опрос, который мы провели на улицах нашего города. Давайте послушаем, что говорили гомельчане. — Нормально, у нас хорошо работает милиция. Везде, по-моему, все нормально. Я считаю, что хороший уровень будет на должной высоте. — То есть вы чувствуете себя в безопасности? — Да, я чувствую себя в безопасности. Вот даже я сама с России приезжаю, например, в Башкирию, у Фея, там не чувствую себя в безопасности. А здесь я чувствую себя в безопасности. — Я считаю, на достаточном уровне всегда. Вот у нас по двору все время ходят и дежурные, и милиции, и фонари это самое светят. Считаю, что на достаточном уровне особого такого не вижу разгула. Там ни населения, ни патриотизма. Так что я довольна. — Обратила внимание на то, что обычно в вечернее время появилось больше патрулей. Да, то есть уже не так страшно, как раньше было, по крайней мере. — Но если у нас там вот наверху ребята шумели, так соседи вызывали, они приходят, решают эти вопросы. — Ну, чтобы они больше по дворам ходили. Я живу вот, например, на Подгорном переулке, у меня каждый вечер заседание молодежи, которые пьют пиво и кидают пустую тару вокруг. Там патрульные появляются раз в неделю, там у него может проскочить. А вечерами там постоянные какофонии. — У нас в Гомеле нормально. Я даже со второй смены с работы, вот как иду, 12 часов, первый час, и милиция здесь ходит. Я считаю, что не страшно. — Сейчас стало лучше немного, чем раньше было. Может, ответственно стало больше? — Я думаю, нормально все у нас. — Леша, как ты считаешь, тебе не страшно ходить на улице? — Нет, конечно. Видишь, человек ответил. — Если раньше, например, у нас вот во дворе, я живу на Победе, во дворе иногда случались какие-то эксцессы, сейчас этого нет. То ли это правопорядок так соблюдаются, то ли это еще что-то. Но, во всяком случае, таких вот, как раньше было, не было. Собирались там, весьма шум на себя вели. — Ну, скажу честно, я сам там отработал. Милиция, общественная безопасность и все остальное. Но на сегодняшний момент, как работают органы, я вижу и помню, меня-то устраивает. Будем говорить, тот самый ППСники в ночное время и по дворам прохаживаются. Где-то не то что по центральным улицам, контроль ведется на высшем уровне. Вы смотрите «Диалог». У нас в гостях заместитель начальника милиции общественной безопасности УВД Гомерского облсполкома Анатолий Анатольевич Васильев. Я напомню, вы можете задавать свои вопросы нам в студии по телефону 77 68 45. Анатолий Анатольевич, было сказано про закон, про добровольные дружины. Сейчас принято еще несколько законов, которые помогают вам обеспечивать безопасность во время общественных мероприятий. Насколько я знаю, ходят разговоры, муссируется постоянно эта информация, что МВД собирается принять закон о правилах поведения на матчах игровых видов спорта, команд игровых видов спорта, в частности футбол, хоккей. Если это так, то на какой стадии находится решение этого вопроса и какие могут быть ключевые моменты в этом законе, которые позволят нам прийти к какому-то балансу в этом вопросе? Евгений Александрович, МВД не планирует принимать закон. Мы инициировали изменения в статью 36 закона о физической культуре и спорте Республики Беларусь. И в первую очередь мы инициировали первое, если можно выразиться, ноу-хау, хотя оно регламентом проведения чемпионата Республики Беларусь прописано, это запрет посещения то ли футбольного матча или хоккейного матча соответственно. То есть лицо, которое ранее нарушило общественный порядок во время проведения футбольного хоккейного матча, ему соответствующим образом устанавливается запрет на посещение дальнейших матчей любимого клуба. И соответственно с ним будет профилактическая работа проводиться в соответствии с законом Республики Беларусь об основах деятельности по профилактике правонарушения. То есть это будет создаваться какая-то база болельщиков, да? Да, база болельщиков. Это эдакий черный список. Евгений Александрович, вы прекрасно знаете, осведомлены, мы все проходили футбол Туманного Альбиона. Это мы фактически идем по пути наших западноевропейских коллег. Я даже больше хочу сказать, вот как бы не говорили, что очень много милиции присутствует. Я несколько раз по телевизору смотрел матчи футбольной лиги чемпионов и пробовал посчитать количество стюардов, которые присутствуют на матчах той же Барселоны. Вы знаете, у меня выходило за несколько сот их там присутствует. Причем они настолько плотной стеной стояли на трибунах, что на стадионе центрального нас такого однозначно не наблюдали. Потому что там, если болельщик выбежит на поле, там несколько десятков, даже может несколько сот тысяч евро, фунтов штрафа. Да, поэтому очень серьезно к этому относятся. И почему бы это не перенять и на просторы нашей Республики Беларусь. А какие еще там нововведения, может быть, планируются? Нововведения также будут касаться и организаторов различного рода спортивных мероприятий. Зачастую о том, что какие-либо правонарушения совершены, мы в том числе узнаем через интернет. Оказывается, два футбольных клуба договорились провести товарищеский матч, выбрали где-то себе поляну, сыграли. Пришло какие-то непонятные вроде как болельщики их поддержать. Приняли горячительных напитков, устроили драку. И в результате, а третий все снимал и потом выбросил все в интернет. Сотрудники милиции не знали, что проводится этот матч соответственно. По регламенту предусмотрено заранее предупреждать сотрудников органов внутренних дел. Причем это делается в угоду того, чтобы была обеспечена нормальная охрана общественного порядка во время проведения спортивного мероприятия. В случае, если спортивные функционеры это делать не будут, то они также будут привлекаться к административной ответственности. А эта проблема, она на самом деле так актуальна? Или мы просто очень много о ней говорим, а на самом деле там яйца выеденного не стоит? Проблема Евгения Станинского с чего? Вот беспорядков, каких-то преступлений в среде именно болельщицкой. Их много, что ли? Я хочу сказать, вы сказали своему, фанаты, болельщики, вы даже видите по стадиону центральной, мы не делим в настоящее время. Все являются для нас болельщиками. Вместе с тем, опять, та процедура, что у нас присутствовала, и та атмосфера, что присутствовала на матчах с Ливерпулем. Если пришла семья слышать маты, смотреть, когда рядом, извините, пьяный там шатается и падает через кресло, ну никому это не интересно. Поэтому то, сдерживающее то, что мы делаем, и позволяет настоящему нормально обеспечить охрану общественного порядка и сказать, что в целом на наших стадионах старит порядок. Спасибо, Анатолий Анатольевич, за интересную беседу. Я напомню, сегодня у нас в гостях был заместитель начальника милиции общественной безопасности УВД Гомельского обесполкома Анатолий Васильев. Вы смотрели программу «Диалог». В студии для вас работал Евгений Побловец. Спасибо за внимание. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»